МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пора горячая. Пора горячая. Почему? Потому что мы вплотную приступили к формированию бюджета 2016 года и планового периода. К сожалению, объемы финансовой помощи, которые планирует нам федеральный центр, еще неизвестны. Но они традиционно в это время неизвестны. До нас они доводятся традиционно примерно в конце октября. Но тем не менее мы начали готовить расчеты к формированию бюджета 2016 года и планового периода. То есть уже пора планировать в 2016 год? Да, конечно. Уже можно сказать, чем нам грозит бюджет 2016? Хотелось бы, конечно, спросить, чем он нас обрадует? Вы знаете, к сожалению, пока обрадоваться нечему. Почему? Потому что объем финансовой помощи, который был до нас доведен в плановой трехлетке, он доведен с серьезным уменьшением. Если сейчас он составляет 10 миллиардов и одну десятую миллиона рублей, 10 миллиардов и 100 миллионов вернее, то доведен он до нас в размере 6,9 миллиарда рублей. Вот представляете? То есть очень серьезное уменьшение. Поэтому мы ведем такую плановую работу с Министерством финансов по отстаиванию своих позиций для того, чтобы все-таки попытаться довести эту сумму хотя бы до бюджетных назначений. То есть ситуация будет хуже, чем сейчас? Пока по расчетам бюджет нам представляется значительно сложнее. Это пугает. В виде бюджета мы хотели предложить вам вот эту пиццу. Хотели даже попросить, чтобы вы разделили ее, скажем так. Сколько процентов от бюджета достанется, например, получающим бюджетные средства на социальные нужды, на образование? Вот как можно примерно хотя бы попилить? С учетом того, что вы сказали, это будет, наверное, грустно? Лужик надо положить. Не будем пилить? Да вы знаете, я вам лучше, наверное, так на словах расскажу, потому что, к сожалению, бюджет субъекта у нас сейчас представляет такой некий бюджет Собеса на самом деле. Почему? Потому что мы, начиная с 2013 года... В Собесе пиццу не едят. Да, совершенно верно. Начиная с 2013 года мы опережающими темпами увеличиваем все-таки заработную плату бюджетникам. Поэтому расходы на заработную плату в 2013 году у нас были увеличены, ну так, грубо скажу, без, так скажем, хвостов, как это говорят, были увеличены на 3 миллиарда рублей. И в 2014 году снова на 3 миллиарда рублей. То есть вот 6 миллиардов рублей мы направили, а каждый следующий год этот уровень, понятное дело, что приходится поддерживать. Но при этом зарплата успевает за инфляцией или нет? Или все седает инфляция? К сожалению, нет. То есть реальные доходы, ну вот особенно вот в реалиях конца 2014 года, начала 2015 года, они, конечно, просели. Они, конечно, просели. Особенно часто приходится слышать жалобы от наших зрителей о том, что принципы, которые декларируются с трибун, они очень часто не совпадают с реальным положением дела, особенно в районах края, где особенно бедные живут. То, что касается размера выплаты заработной платы, здесь, по крайней мере, до предыдущего года ситуация была следующая. То есть существовал такой очень большой объем субъективного мнения, потому что заработная плата, которая выплачивалась, ну вот в частности работникам образования, она состояла примерно из 50% окладной части и из 50% стимулирующих. На бак. Да, совершенно верно. И вот это 50% стимулирующих, они очень серьезно зависели от руководителя. Получилась ситуация немножко некорректная. Почему? Потому что, ну так, руководитель учреждения мог, так условно говоря, принимать решения самостоятельные, решения очень часто были такие... Да, очень много зависит. Да, очень субъективные. У министра финансов есть стимулирующие надбавки зарплаты? У министра финансов, да, есть. Тоже стимулирующие. Есть, назначает губернатор. От чего это зависит? А зависит от того, выплатили вы вовремя бюджетникам деньги или нет? В том числе, конечно, зависит. Зависит. Но в первую очередь это зависит от того, как министр финансов с Москвой поработал. То есть вам часто приходится в столице что-то просить для Забайкальского края? Да, очень часто. Мне вот интересно, какой бы мы кусочек из общего бюджета выделили, например, учителям? Учителям ровно половину. Учителям ровно половину. То есть вся казна Забайкальского края, которая невелика, как мы знаем, да, половина идет... Половина это образование. Половина для образования. Вот никак она не хочет делиться, к сожалению, да, но мы уже поняли, что если вот так ее поделить, да, то вот это вот уйдет учителям. Ну, то есть здесь можно... Или социальные нужды. Здесь можно выделить маленький сегмент. Ну, абсолютно маленький сегмент. Вот это с мясом. Грубо говоря. Или может быть с мясом. Вот этот сегмент будет характеризовать объем или размер средств, которые мы выделяем, так скажем, в реальный сектор. К сожалению, сейчас средства, которые мы направляем на поддержку реального сектора, сельское хозяйство, какие-то инвестиционные вещи, он крайне незначительный. То есть вот этот кусочек с мясом на сельском хозяйстве? Остальное все. Ну, это не означает, что это только сельское хозяйство. Это инфраструктурные какие-то проекты, может быть, какие-то котельные и так далее. Единственное исключение здесь – это дорожный фонд, потому что на федеральном уровне было принято решение связать его с доходами. То есть целевые средства получаются, поэтому он равен 4 миллиардам рублей, достаточно серьезный объем в 31 миллиарде собственных доходов. Андрей Иосифович, немножечко к другим темам. Как вы могли бы объяснить нецелевое, согласно решению суда, использование миллиарда рублей из бюджета края? Вы знаете, в декабре 2014 года мы выплатили заработную плату в размере бюджетникам, в размере 1,6 миллиарда рублей. Я считаю, что это был правильный шаг абсолютно. Почему? Потому что если бы мы не сделали это в декабре, то мы бы вышли с задолженностью, с кредиторкой. Не миллиард сто, а два семьсот, соответственно. Арбитражный суд подтвердил, наоборот, правоту наших действий и отменил решение Росфинансора. Что вы думаете о критерии нуждаемости? Повлияет это как-то? Это так или иначе повлияет на жизнь наших льготников? И из льготников теперь будут выбирать. То есть ты нуждаешься, а ты не нуждаешься. Что такое критерий нуждаемости? Сейчас идет проработка очень серьезного федерального закона, который установит, или даст такой сигнал субъектам, какие все-таки критерии нуждаемости и в отношении каких групп установить, и в отношении каких групп населения их применять. Какой должен быть ежемесячный доход у конкретного человека, чтобы он никаких льгот не получал? Не будем говорить о конкретных каких-то льготах, да? Вы знаете, мы же уже попытались это сделать в 2015 году, и планку, которую мы обозначили, она была равна 22 тысячам. То есть если твой ежемесячный доход составляет более 22 тысяч, то льгота тебе уже не требуется, по вашему мнению, конкретному человеку? Ну, примерно так, да. Госдолг за Байкалец перед Федеральным Центром сейчас составляет более 20 миллиардов рублей. За какой период мы это задолжали? На что были потрачены эти деньги? Как мы умудрились накопить столько долгов? Не будем лукавить. Она сложилась в основном после моего прихода на эту должность. Это 2013, 2014 и 2015 год на самом деле. Средства тоже не буду лукавить. Были потрачены на заработную плату. Почему? Потому что существовала необходимость выполнения указов президента, существовала необходимость повышения заработной платы, существовала необходимость направить эти ресурсы, ну, в первую очередь, еще раз повторюсь, на оплату труда. А теперь мы вынуждены платить проценты для того, чтобы эти деньги вернуть. Правильно я понимаю? Конечно. Это бюджетные кредиты или это все-таки коммерческие кредиты? Половина на половину. То есть половина это бюджетные кредиты, половина коммерческие. К сожалению, Министерство финансов Российской Федерации проводит политику следующую. Оно не помогает субъектам в виде каких-то дополнительных бюджетных поступлений, бюджетных вливаний, а всех перевели на кредитную иглу, потому что других источников просто нет. И с нами разговаривают следующим образом. То есть хотите, чтобы мы вам помогли, берите кредит. Других источников нет. Поэтому это вынужденная такая мера. Но сейчас мы поставили себе такую стратегическую задачу перекредитовать коммерческие кредиты на бюджетные. Потому что и обслуживание там, конечно, значительно меньше 0,1%. У банков, ну, те кредиты, которые мы брали в 2014-2014 год, это 8%, 8,2-8,5, вот примерно такие. А, конечно, вот эти, по крайней мере, наше привлечение, это очень дорогое удовольствие, это практически 17%. Вот, мы сейчас рассматриваем оперативно вопрос, чтобы с учетом того, что ключевая сейчас упала, перекредитоваться и закрыть вот эти все дорогие кредиты. Ну, у нас 1,5 миллиарда. Мы сейчас общались по телефону с губернатором края. Есть какие-то хорошие новости, если можно это узнать? Или плохие, наоборот? Нет, я просто докладывал Константин Ксенчу, какие платежи мы сегодня сделали. А какие платежи мы сегодня сделали? Мы сегодня профинансировали вторую половину июля заработную плату по педагогическим работникам. Какие прогнозы будут на осень и зиму? Что будет с зарплатой? Будут ли долги перед бюджетниками? Вы знаете, ситуация в этой части очень тяжелая. Почему? Потому что нам объективно не хватило возможностей для того, чтобы предусмотреть заработную плату по образованию и по здравоохранению. Но сейчас есть понимание в Министерстве финансов, и мы уже, в принципе, договорились. В Федеральном Министерстве финансов. Да, в Федеральном Министерстве финансов. Мы уже договорились. Сейчас просто идет такой подписательный процесс, будем так говорить, процесс формирования документов. Мы их уже сделали, тоже транслировали туда, на территорию Минфин. Нам дадут деньги на зарплату? Можно я постучу? Можно я постучу? Я думаю, что все будет хорошо. Были сообщения о том, что весь резервный фонд мы потратили на ликвидацию лесных пожаров. Как мы будем жить без запаса на черный день? Да, совершенно верно. Весь резервный фонд мы потратили на ликвидацию лесных пожаров и на выплаты пострадавшим. Как велик он был? 100 миллионов. 100 миллионов. Не так уж много. Не так уж много, да, на самом деле. Поэтому сейчас мы действуем следующим образом. Мы доказываем Федерации, что те деньги, которые они нам дают, мы их уже за счет своего резервного фонда потратили, для того, чтобы федеральные ресурсы восстановить в наш резервный фонд. То есть резервный фонд будет восстановлен? Мы его будем пополнять. Будем все-таки пополнять. Ну да, вот такой вот операции мы все-таки попытаемся, ну хотя бы до 15-20 миллионов его восстановить. Как вы можете оценить траты в 16 миллиардов рублей на освещение, прошу прощения, в 16 миллионов рублей на освещение деятельности правительства в СМИ? То есть в том числе и освещение вашей деятельности? То есть это было бы все равно, как вот сейчас вы нам заплатили за то, что мы беседовали с вами в прямом эфире? Ну я хочу сказать сразу, что за это интервью мы вам не платили. Я знаю. Знаете, ну во-первых, хотел бы вас немножко поправить, потому что на освещение деятельности правительства, ну и в том числе, может быть, моей, хотя я стараюсь не злоупотреблять вашим доверием, в 2015 году запланировано 12,2 миллиона рублей. В нынешнем году? В нынешнем году, да. Эти расходы подверглись сокращению, как и иные все расходы, когда мы проводили секвестр. Ну это тоже довольно большая сумма 12 миллионов для телекомпаний, для телеканалов, для государственного телеканала, для частных телеканалов. Вы оцениваете ее как большую? Я думаю, что да. Просто-напросто. Ну вы же сами знаете телевизионные расценки и печатные расценки. Ну вы знаете, наверное, не могу с вами согласиться, потому что мы проводили мониторинг по субъектам. Ну на самом деле суммы, которые тратятся на освещение деятельности, они кратно больше. Я считаю, что мы в этом отношении действуем достаточно скромно. Что можно было бы сделать на эти 12 миллионов? На что их затратить? Ну на самом деле можно было потратить на самые разные нужды, конечно, если... Ну на те нужды, на которые законодательное собрание примет решение. Можно, например, взять конкретную школу и отремонтировать крышу в ней. Ну на крышу бы хватило. Да, вот я думаю, что на крышу хватило. Но пока, к сожалению, у наших телеканалов другая немножко крыша, и они получают деньги за платные телеэфиры. Сегодня в программе «Несогласованный вопрос» был не столичный министр финансов Забайкальского края Андрей Кефер. Уважаемые забайкальцы, уважаемые земляки, большое спасибо, что выдалась такая все-таки возможность нам так пообщаться с глазу на глаз. Когда мне задают вопрос, ну все-таки какая ситуация будет с бюджетом, как у нас, ну вот эта бюджетная ситуация будет развиваться, вы знаете, ситуация тяжелая, тем не менее, я уверен, что все будет хорошо, что все задачи, которые мы себе наставили, мы их выполним, и бюджет будет сбалансированный. По всем бюджетным обязательствам мы, не сомневаюсь в этом, мы соответствующие платежи проведем. Поэтому желаю всем успехов, желаю всем здоровья, желаю всем всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова